Родственники жертв катастрофы Боинга над Донецком заявляют, что у них нет возможности получить полную информацию о ходе расследования в своих странах. Граждане Нидерландов, чьи близкие погибли, написали письмо Путину, из которого становится ясным. Им никто не сообщил, что Россия на открытом брифинге предоставила все данные первичной радиолокации, о которых они все это время уже больше года просят официальное следствие. Вот цитата из письма. В отчете говорится, что совбест Нидерландов не получал каких-либо первичных данных с радаров ни от одного из вовлеченных государств, ни от Украины, ни от США, ни от России. Эти первичные данные имеют ключевое значение для определения причины крушения, установления и привлечения к ответственности виновных в этих злодеяниях. Получается, что комиссия просто ввела тех, кто потерял близких в заблуждение, сделав вид, что у нее этих данных нет, и Россия отказалась их предоставлять. При том, что Москва это сделала незамедлительно, по первому же запросу. Несмотря на то, что катастрофа произошла за пределами России, благодаря российским РЛС в Ростове-на-Дону это сделать оказалось возможным. Американцы, которые через считанные часы после катастрофы заявили, что у них все данные есть, и что во всем виноваты ополченцы, никакой информации не дали до сих пор. Молчит и официальный Киев. Несмотря на то, что есть неопровержимые доказательства, его РЛС в момент катастрофы активно работали. Но при этом Киев настойчиво утверждает, не работали. А одна даже была уничтожена. Что неправда. Есть отчеты о ее штатном техобслуживании в отчете совбеза Нидерландов. То есть обманывает либо нидерландский совбез, либо Киев. Поэтому статья в голландском журнале Elsevier на неделю вышла с заголовком «МХ-17. Украина погрязла в собственной лжи» со знаком вопроса. И получается, что недоверие России к выводам комиссии по расследованию гибели Боинга более чем обосновано. Ведь Москва не раз заявляла, что следователи не приняли во внимание слишком много объективных данных. И подгоняли выводы расследования под уже имеющуюся позицию, очень прозрачную сразу после катастрофы, сформулированную госсекретарем Керри. Мы знаем, что виноваты ополченцы, поддержанные Россией.